Привет всем, я Филиппов Алексей. Сейчас я покажу вам, как настроить свой MIDI-контроллер для работы в Webinon Live и с использованием User Remote скриптов. Он нужен для того, чтобы автоматом назначались на ваши ручки параметры макроэффектов и различные параметры эффектов по предустановкам. То есть, если у вашего контроллера нет списки Control Surface, то вам приходится мапить, как, например, мне. У меня Roland i300 Pro, его в этом списке нет. И сейчас я сделаю так, чтобы эти ручки назначались автоматом и мне не приходилось после каждой перезагрузки проектов по новой маппить, допустим, старт, реостановку и макро-контроллеры. Для этого нам нужно сначала узнать, какие Control Change параметры посылает наш контроллер. Для этого мы нажимаем MIDI и поворачиваем по очереди ручки на контроллере. После того, как вы назначили параметры, вам необходимо убедиться, что в системе, если это Windows, включено отображение скрытых файлов. И вам нужно перейти в папку пользователей, пользователь, для которого установлен Ableton, AppData, Roaming, Ableton, текущая версия Live, Preference и здесь папка User Remote Script. Создаем здесь папку, названием которой мы хотим, чтобы была в том списке. Попируем этот файл, открываем его. И здесь нам нужно поменять Input, Output, Control, Name согласно вот этих MIDI-каналов, которые имеются у вашего MIDI-контроллера. Я уже знаю, что мне нужен Abpro2. Дальше опускаемся и назначаем на энкодеры, это вот эти ручки и также параметры эффектов. Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, в этом списке далеко не все мы можем назначать, но того, что мы можем назначить, вы можете здесь посмотреть и выбрать. После того, как вы записываете, сохраняете. Перезагружаете программу. После того, как программа перезагрузилась, вы заходите в Preferences, открываете и видите ваш контроллер. Я здесь вижу Abpro300. Ставлю MIDI и Out. Каналы назначены мной, выбираю их здесь. У меня они уже включены. Abpro300. Теперь забрасываю аудиоэффект REC и вижу, что у REC есть синяя рука. При повороте энкодера происходит вращение ручек. Также Stop, Play. Также при переходе на любой эффект, здесь появляется синяя рука, Automap и мы можем менять положение эффектов. В зависимости от того, как они назначаются автоматически на контроллер. Также при выборе контроллера есть интересная функция. TakeOver Mode. Это то, как будет работать ваши поворотные энкодеры. Это значит, что при перемещении ручки, допустим, из этого положения, начинают двигать, и она сразу дергается в то положение. То есть она сразу перемещается в положение моего энкодера. При выборе пикап, она будет подхватываться. То есть я вот сейчас двигаю. Видите, желтая полоса показывает реальное положение. Когда она доходит, она подхватывает и начинает перемещать. Это еще Value Scaling. То есть здесь происходит некое такое транспонирование. значение. То есть я сейчас двигаю ручку от начала, а здесь уже медленно происходит движение. И следующий поворот уже будет полное движение. Мои ручки. Это происходит для того, чтобы при выборе другого канала, другого эффекта, не происходило резкого броска. Всем удачи. Надеюсь, было понятно, как настроить ваш контроллер. И теперь вы будете делать это без проблем. Спасибо. Спасибо.